Это будет интересная игра, это будет не скучно. Она даст возможность понять, как бы вы хотели, чтобы был устроен образовательный процесс, а потом сравнить с тем, как он устроен сегодня, этот образовательный процесс, и понять, что можно, возможно, даже в период вашего образования и обучения. Значит, каждая команда должна смоделировать образ идеальной школы. Для того, чтобы этот процесс был более наглядным, вот посмотрите, пожалуйста, у вас на столах находятся карточки, на которых обозначены конкретные учебные предметы и возможности по улучшению условий. Ну что, 3, 2, 1, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Давайте начнем. Я пойду, если позволите, по часовой стрелке с вас. Кто у вас будет выступать спикером? Сколько смен у вас, как вы все выглядите в вашей идеальной школе? Где вы директор? Первый вид практики – это общение с интернациональными студентами. Такая практика есть и в нашей школе. У вас же девочки ездили, я так понимаю, да? В этом году в нашей школе учится девочка из Италии и мальчики из Таиланда. И в начале этого учебного года на 10 дней приезжала группа латышей, которые тоже жили и обучались вместе с нами. ЕГЭ или не ЕГЭ? Я думаю, что на данный момент ЕГЭ. Не по всем предметам. То есть знать литературу в форме ЕГЭ я считаю, что нельзя. То есть вы решили пойти по коммунистическим принципам, что труд облагораживает человека даже по дарвинистическим, правильно? Нет, потому что у нас есть и так и ЗО, и музыка. Поэтому труд не будет обязательным. Труд – это в начальной школе составляет из себя лепку и тому подобные вещи. Ну, я сужу по примеру моего брата, который поступил в первый класс. Он на труде лепит цветочки из пластилина и делает картины из природных вещей. И вам это нравится? Я считаю, что это вполне входит в курс из ИЗО. Но помимо физкультуры я вообще глобально спрашиваю, вот есть чего-то, чего в школе не хватает? Не в своей школе, а вообще в школе. Я имею в виду по предметам или по условиям, как эти предметы реализуются. Ну, есть такие предметы, которые в школе, к сожалению, не изучаются. Вот мы как раз здесь их выписали. Например, маркетинг, черчение. Да, это типа вот этого. Да, ведение школьной газеты «Практика». Школьная газета, да, для тех, кто хочет с журналистами ставаться. Есть также школьное радио. Это так классно, школьное радио, потому что оно отдывает возможность людям работать, самовыражаться, сообщать о новостях в школы, рассказывать все время о том, что в ней происходит. Поэтому это очень вот... Я считаю, что одно из самых главных решений. Если есть какая-то техническая возможность сделать в школе, я думаю, что наличие школьного радио ничуть не менее важно, чем наличие спортзала. Может быть, стоит все-таки изменить свой жизненный путь, помимо такого прямого, связанного с очень ручной и прикладной профессией. Все-таки попробовать, может быть, выбрать что-то такое, во что никто вокруг никогда не будет верить. Только вы в это будете верить, и это все равно получится. Вот я вам этого очень желаю. Спасибо вам огромное. У вас было очень классно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok